Друзья, всем привет! Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу охушно говорили мне в прошлом выпуске. Давайте сегодня разберемся, так уж ли все плохо или действительно сейчас стоит от текущих уровней ждать отскок, и действительно это все был набор ликвидности для более каких-то глобальных движений. Начнем с того, что в прошлом прогнозе я, в принципе, не ожидал, что у нас будет прокол зоны покупок. Еще раз напомню вам, что зона покупок находится на уровне плюс-минус 9200-9400. Да, но тут стоит обратить внимание на один довольно важный момент. Как только мы зашли в уровень покупок, самая низшая точка была 9350 долларов, этот уровень откупили, ну, просто моментально. Что, в принципе, подтверждает мои соображения о том, что там находится довольно хороший покупатель. В принципе, это видно и по защитным ордерам, и по тому, как откупают уровни в моменте. И этот уровень действительно не настолько прост, насколько кажется многим. Сегодня я хотел бы кратко разобрать биткоин, хотел бы разобрать Ripple, Zcash и Ethereum. Соответственно, по биткоину у меня были вынесены позиции. Я вам говорил в прошлом выпуске, что у меня стоял стоп на 9500, довольно широкий стоп. Данный стоп вынесли. Но, видев, как все это дело откупается в моменте, мной было принято решение перезайти. Я поставил ордера ниже. Также я усреднил позицию по Zcash. Сейчас у меня позиция по Zcash средняя набранная в районе 46 долларов. Сейчас посмотрим на графики, но вначале пару слов о спонсоре данного выпуска. Друзья, спонсор данного выпуска – это ICO-проект, о котором я вам уже рассказывал. Крипто-часы. Сейчас в мире существует несколько криптовалютных кошельков для действительно надежного хранения. Но все они, как правило, сделаны в виде плешки. Мир не стоит на месте, и ребята из России представили довольно интересный проект. Это криптовалютный кошелек в виде часов со стильным дизайном. По заверению разработчиков, в этих часах можно будет хранить криптовалюту и абсолютно не опасаться за ее сохранность. Любые транзакции и операции возможны исключительно с применением отпечатка пальца. К тому же это смарт-часы. В них будет возможность менять дизайн циферблата, измерять шаги, мерить пульс, ну и другие фитнес-функции. А за сохранность криптовалюты отвечает ровно такой же Secure Element, который установлен в Ledger. Также разработчики обещают создать децентрализованную биржу, и это очень интересное дополнение. Сейчас уже заканчивается второй раунд ICO. Токен XIV является гибридным, то есть он не только будет приносить дивиденды своему держателю, но и на него можно будет купить сами смарт-часы. Через пару дней заканчивается второй раунд ICO, и у вас еще есть возможность приобрести токен по довольно неплохой цене. Если вас интересовал данный проект, все ссылки вы найдете в описании, а мы с вами продолжаем. Так, друзья мои, давайте начнем с биткоина. На данный момент по биткоину мы с вами наблюдаем преломление нисходящего движения. Давайте посмотрим на более крупных таймфреймах. Соответственно, после дампа мы с вами получили какое-то количество продаж. Соответственно, вот у нас идет трендовая линия. Трендовую линию преломили. Здесь совсем локально можно ожидать какой-то ретест этой линии, но с большей вероятностью я считаю, что рынок здесь будет восстанавливаться. Также я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели ситуацию по биткоину более глобально. Здесь я открою дневку. Хотел бы вам показать то, что, во-первых, мы с вами стоим на довольно неплохих сопротивлениях. То есть сейчас, даже если не учитывать то, что идет какой-то набор позиций, который, ну, определенно очевиден, можно ждать в любом случае коррекции. Коррекции можно ждать внутри канала. Внутри канала, ну, то есть это как раз за десятку уровень 10500. Это если использовать исключительно технику. Здесь же все-таки я хотел бы обратить ваше внимание то, что, во-первых, здесь это все круто откупается. Во-вторых, у нас были набраны позиции очень хорошие вот на этих консолидациях и вот здесь вот. Соответственно, у нас откупался уровень 10-11 тысяч долларов. И думаю, что все же с наибольшей вероятностью мы будем со временем вот эти вот уровни ломать. И здесь бы я еще хотел обратить бы ваше внимание на то, что, смотрите, то есть у нас когда был рост, у нас пошла довольно резкая коррекция. Потом опять коррекция движения, опять резкое движение от уровня. Здесь уже 12 тысяч мы реально тестировали, реально хотели его пробивать. Наблюдая за этим движением в моменте, хотел бы обратить ваше внимание на то, что здесь были, ну, довольно низкие объемы. И мы пошли на дополнительный набор ликвидности. Я, честно говоря, думал, что набор ликвидности у нас ограничится уровнем там 11-1100-11300. Пошли гораздо глубже. Но глобально эта ситуация нам картины не меняет. И это движение я все же рассматриваю как набор ликвидности для преломления уровня 12, штурма 12-200 и движение выше. Если рассмотреть совсем глобально, ну, сказать, используем технические фигуры. Здесь у нас, во-первых, треугольник, который показывает, что у нас будет довольно резкое движение. Еще раз, учитывая то, что здесь очень большое количество поддержек, и они довольно сильные, и неплохо все это откупают. Я думаю, резкое движение выстроено, мы будем наблюдать вверх. И явное удержание канала, хоть и на низких объемах. Это действительно сейчас довольно большая беда в рынке, потому что объем действительно довольно низкий, и движения, как правило, более манипулятивные. Рассматривая данный канал более среднесрочно, мы имеем с вами трендовую. Думаю, вот сейчас, набрав ликвидности, мы пойдем на ее тест. В моменте нужно будет смотреть, будем мы ее пробивать или уходить на доп. набор ликвидности. Но в любом случае, этот тест у нас будет, ну, плюс-минус в десятку. Я все же думаю, что ликвидности набрано уже выше крыши. Мы дошли до действительно довольно неплохих поддержек. Довольно неплохо откупают актив. Еще раз, который раз это повторяю, думаю, что внутри канала будем наблюдать преломление всего этого дела. И сейчас довольно неплохая точка входа с соотношением риск-прибыль в рынок. Ну, по крайней мере, такие мои соображения, и я вошел в рынок. Также сразу хотел бы сказать, я усреднялся по Zcash. Zcash я донабираю по тому принципу, что он сейчас подходит к своей глобальной границе поддержки. И даже по технике здесь стоит ждать довольно неплохую коррекцию вверх. Причем минимальный уровень коррекции, который я здесь рассматриваю, это уровень 80 долларов. По крайней мере, сейчас я донабираю эту позицию. И считаю, что локальный актив довольно перспективный. Плюс я хотел бы обратить внимание на потенциал движения. То есть, даже учитывая сопротивление, у нас потенциал движения в район 120 долларов. Ну, 100-110, я тут считаю, среднесрочно можно ожидать. Среднесрочно это месяц-два, даже более долгосрочно, если вам так будет приятнее. Просто долгосрок это, конечно, уже в месяцах, среднесрок это уже более в неделях. Но потенциал у актива хороший. По крайней мере, я так считаю, сейчас находимся у довольно неплохой поддержки. В прошлый раз эта поддержка отыграла. Сейчас, учитывая, что мы ее тестировали один раз, думаю, будет точно такая же проторговка вверх. Поэтому данный актив, я считаю, что стоит рассмотреть в портфель. Совсем кратко хотел бы вам сказать по эфиру. Почему эфир? Потому что очень многие ждут его вот в эти уровни. Это 130-140 и тому подобное. Друзья, я хотел бы, чтобы вы понимали, что это довольно серьезные уровни. На этих уровнях я зарабатывал с зимы. Здесь был очень большой покупатель, очень большой продавец. И рассчитывает на то, что мы будем разбивать вот эти вот поддержки. Я хочу обратить внимание, где мы стоим. Прям раз-раз-раз-раз-раз-раз. Очень маловероятно. Вероятнее всего, мы будем ловить тоже отсюда коррекцию. Причем, также у эфира довольно неплохой потенциал на движение. Но я бы рассматривал его в уровень 230. Ну да, так оно и есть. То есть, здесь довольно важно пройти вот эту зону. И среднесрочный потенциал движения актива, ну, действительно, довольно хорош. Я уже молчу про то, что, ну, хорошо, даже опустим это на хайпе. Но вот это вот можно иметь в виду. И это цели, которые можно ожидать от эфира в долгосрок. Даже если смотреть более глобально, вот его хорошая поддержка. 380, ну, 400 долларов. По эфиру, друзья, как говорится, только исключительное терпение и немножко отваги. То есть, этот актив, учитывая, что это топ-актив, учитывая то, что на нем огромное количество фундаментальнейших проектов, актив в любом случае будет акти, минимум по активу, ну, 380-420. Поддержку поймали обалденную. Думаю, ниже его, там, ниже 150, да, 150-160 в среднесрочном очень маловероятно. Также хотел бы посмотреть Ripple, тоже на глобалке. Страшно, да, то есть, мы пошли под поддержку. Но здесь есть, да, такой момент, как раз он показывает, о чем я говорил и в прошлом выпуске. Это тоже довольно серьезный уровень поддержки. Я молчу, опять же, про тот же Ripple, как его откупают. У актива действительно неплохой потенциал движения, да. Мы сейчас находимся у довольно глобальных поддержек. Здесь стоит обращать внимание, что даже не учитывая набор позиций по Ripple, которые есть, даже не учитывая то, что вот на этих уровнях Ripple капитально держит, данные позиции, я считаю, что среднесрочно, долгосрочно отработают и должны отработать. Плюс я хотел бы обратить внимание, когда мы там, грубо говоря, в очередной раз стучались в одно, какой у нас был прострел. Прострел тут до 0,8, это тенью, реально 60 центов. Ну, да, 60 центов. И это буквально там за несколько дней вполне может повторить Ripple это движение, потому что, ну, вот здесь вот искусственно его держат, как и многую другую альту. И здесь бы на вашем месте я все-таки бы сделал какие-то выводы. Да, ситуация страшная, да, очень много паникует народу, но есть какой-то базис теханализа, от которого стоит отталкиваться. Если еще по биткоину нам, в принципе, есть куда падать, я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, у нас есть там еще поддержки в уровень 8, 7500 плюс-минус. Да, действительно, тут преломление, если отталкиваться от худшего, преломление 9000 как раз нас в эти уровни и должно будет отправить. То ситуация по альтам такая, что они многие, очень многие альты поймали свои глобальные поддержки. И когда они будут стрелять, я считаю, это исключительно вопрос времени. Да, друзья, я немного накосячил с локальными движениями, но более глобально, рассматривая ситуацию, которую нам на данный момент дает рынок, я все же считаю, что нам с наибольшей вероятностью стоит ожидать более среднесрочных, более глобальных восходящих движений. По крайней мере, мы сейчас находимся у довольно сильной поддержки. Помимо того, что это является довольно сильной поддержкой, это еще является довольно хорошей зоной для точки входа в актив. И даже опуская тот момент, что мы с вами наблюдаем за довольно большим количеством, довольно серьезных наборов позиций, просто отталкиваясь от техники, от уровней, среднесрочно с большей вероятностью мы можем ожидать восходящих движений. Далее надо будет смотреть, разумеется, в моменте, какие будут объемы, лично я думаю, что данное движение нацелено на то, чтобы в перспективе показать нам пробой 11-12 тысяч долларов по биткоину. Также хотел бы вам напомнить, что у меня есть закрытая группа с ежедневными обзорами, кто-то там говорит, что там какая-то чушь, я сейчас вам ставлю опросы закрытой группы, где люди, соответственно, поделились своим мнением, полезна ли им эта группа или она абсолютно для них бесполезна. Делайте сами выводы, стоимость подписки на месяц составляет 10 долларов, если вы берете подписку от трех месяцев, то 6 с копейками. Также хотел бы вам еще напомнить то, что в конце сентября у нас планируется открытие Бакта, это уже не тестовый запуск, это официальное открытие. Думаю, это тоже будет довольно неплохой фундаментальной новостью, которая должна будет, ну, по-хорошему, потянуть рынок. По крайней мере, это довольно серьезная новость, на которой, может быть, даже будет какой-то новый хайп на криптовалютах. На этом рынке в обязательном порядке надо уметь проявлять терпение. Да, локально сейчас рынок довольно сложный, он сложный по той причине, что сейчас довольно низкие объемы и довольно большая манипулятивная составляющая движений. Но если рассматривать рынок более среднесрочно, более долгосрочно, все же я вижу его довольно позитивно в ключе. Лайк, подписка, комментарии, друзья. До следующего выпуска. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин